Сейчас такой прикол был за кадром. Я говорю, привет, красотки, и Ева испугалась, видимо, от того, что я внезапно громко сказала приветствие, прибежала ко мне. Я поняла, что без нее начинать нельзя, да? Ева, скажи привет. Сойдет. Я сегодня начинаю новый влог. Очень давно, кстати, не держала камеру в руках. Мне кажется, я немножко разучилась разговаривать, но ничего, научимся. И начинаем мы прекрасный влог с заезда в квартиру в Адлере. Мы сюда приехали на три недели. Если вы следите за... Куда я пошла? Надо себя показывать, да? Если вы активненько следите за моим инстаграмом, то вы знаете, что уже как месяц мы в путешествии, так скажем. Снова ездили в Сочи в горы, и сейчас вот спустились к морю. Три недели будем жить здесь. Арендовали квартиру, и вот только-только заселились. Ева очень задумчиво смотрит в окно. Вообще, очень давно не показывала Еву, и мне кажется, она так изменилась. Ну, точнее, я изменения не особо вижу. Но со стороны всегда заметно. Покажу вам наши будни, как мы живем, что делаем. Мы уже минут как 15, наверное, здесь, и немножечко оптимизировали пространство. Сейчас все покажу. Как только заходим, тут такая небольшая ванная комната. Что мне больше всего нравится, что она очень светлая, практически белая вся. Это мой любимый цвет вообще интерьера. Сразу так кажется, что много пространства. Вот это комната спасения просто. Это называется кладовка или гардеробная. Ну, в общем, как кто хочет, так и называет. Если по-старому, то просто кладовка. Здесь мы нашли детский стульчик, и много чего мы еще, наверное, найдем. Табуретки, гладильная доска. В принципе, много пространства, много места, чтобы хранить наши вещи. Здесь есть манеж, но мы им не будем пользоваться. Вместе с вами сейчас поднимусь. Ванночка. Ева, мы правда... О, горшок! Это очень здорово. Я сначала расстроилась, что его нет. Ева, у тебя есть горшок! Горшок, малышок. Отлично. Знакомься. Почти так, солнышко. Больше всего, конечно, я рада вот этой зоне, потому что я так соскучилась по готовке, по своим домашним завтракам, обедам. Конечно, шведский стол это очень удобно, классно куда-то ходить, заведение, но я как-то очень уже привыкла к своей домашней пище. И вот, наконец-то, буду готовить. Тут, кстати, очень красивая посуда, вот с такими вкраплениями. Барная стойка такая симпатичная, здесь можно пить кофеёвчик по утрам, пока Ева ещё досыпает в кроватке. А это зона, которую мы немного уже оптимизировали, здесь было всё по-другому. Вот эта полка стояла где-то в центре, ну и в целом места было чуть меньше. Мы диван задвинули в угол, потому что здесь как раз стоит шкаф, в который нам нельзя почему-то заходить. Вещи персонала. Поэтому мы его пододвинули прямо в угол. Здесь такие панорамные окна, зона посидеть с кофеёчком, снова с кофеёчком у окна. И маленькая спаленка такая. Мы тоже кровать придвинули в угол, чтобы с этой стороны Еву положить. И я буду здесь спать с Евой. Денис будет спать, сказал, на полу. Ну, потому что кровать маленькая, сюда мы втроём не поместимся. Детской кроватки здесь нет, да и мы на самом деле спим вместе с Евой. Поэтому будем думать, куда постелить Денису. На самом деле такой интересный факт, Денис намного лучше высыпается на полу. И вообще всю жизнь почти он спит просто на полу на таком йоговском коврике. Это и для спины ему лучше, он реально себя лучше так чувствует, он лучше высыпается. Вот. Небольшой балкончик. Из того, что мы здесь изменили, мы просто приставили в угол вот эти стулья, чтобы Ева на них не забралась и каким-нибудь образом, разумеется, не выпало. И мы посмотрели, голова у неё проходит сюда, именно вот в эти широкие зоны. Поэтому мы придвинули стульями эти зоны. Ну, собственно, всё. Наш обзор закончился. Решили мы начать не с разбора чемоданов, а с того, чтобы наполнить животы. Мне всё время говорят, что у меня нет мужа во влогах. А ты всё время что-то делаешь? Вот сейчас ты чемоданы носил там, знаешь. У нас сейчас произошла покупка, точнее, покупка бесплатно. Ей видали сливу. Чтобы ребёнок спокойно посидел в коляске. Довольный ребёнок? И много о том, как мы выбираем, например, заведение в новом месте. Единственная проверенная вещь – это гугл оценки. Всё. Сегретов никаких нет. Мы просто заходим в гугл, смотрим по оценкам, что рядом находится, какие самые высокие оценки, и идём в эти заведения. И ни разу пока что не было такого, что мы заходим и не понимаем, почему здесь такая высокая оценка, например. Вот сейчас, например, мы идём в заведение с оценкой 4,6. В принципе, это, ну, уже неплохо, но в идеале, конечно, ходить такие, где 4,8, 4,7. Хотя вот мы заметили, что на юге часто очень оценка, например, 4,9, 4,8. Мы заходим и понимаем, что на Урале бы, например, за такое обслуживание или за такой сервис была бы не выше 4,5. Оценка. Ева-королева. Мы пришли на веранду, на крышу даже. Смотрите, какая зелень вокруг нас. Сделали заказ. Самолёт! Тут рядышком аэропорт прям. Смотрите, какая красивая подача риса. Но на самом деле это не самое интересное. Самое интересное вот. Это тыквенный суп, но называется тыквенный капучино. Классно, да? Я впервые такую подачу вижу вообще. Решили мы в первый день всё-таки прогуляться до моря, а не идти домой спать. Такое закатное солнышко красивое. Сейчас пойдём посмотрим, какой там пляж. Красота какая. Ева, пойдём к морю поближе. Ева, ты хочешь в море пойти? Понравилось? По пути домой купили ягоды к завтраку, к каше. Ну что, мы уже дома. Вон там телепузик ходит голышом, поэтому не буду её полностью показывать. У нас сейчас план отмыть Еву от чёрного песка. Самим тоже бы сходить хорошо в душ и лечь спать, на самом деле. Мы вырубаемся. Так что влог наш продолжится завтра. Обязательно вам покажу наш завтрак, то, как мы разбираем чемоданы. И вообще, чем занимаемся, какие у нас планы. Ну а сейчас, наверное, спокойной ночи. Пижамку надо надеть. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, папа. Папа. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, папа. Пармагеддон после завтрака. Ева помощница. Ева, давай ближе к столу. Ну, в общем-то, Ева уже минут 20 так ходит. Человек самозанялся. Умничка, умничка. Помощница. Кстати, вечный вопрос, который касается чистки зубов, а именно, когда чистить зубы? До завтрака или после завтрака? Нередко вы спрашиваете об этом меня. Наверняка потому, что у меня долгая история зубов. И, в принципе, я часто хожу на гигиену зубов. И очень топлю за зубную нить. Так вот, стоматологи сходятся во мнении, что намного важнее чистить зубы после завтрака, а не до. Несмотря на то, что многие чувствуют такое неприятное какое-то ощущение сразу после пробуждения, что не чисто во рту и что хочется поскорее там все убрать. Так вот, оказывается, до завтрака чистить зубы совершенно не обязательно. Если у вас есть какие-то неприятные ощущения, можно сполоснуть рот, например, прополоскать его. Но намного важнее не пропускать чистку зубов именно после завтрака, когда как раз-таки все остатки пищи у тебя застряли между зубами, и ты с ними ходишь, получается, весь день. И следующая чистка у тебя будет только вечером. Это, получается, там, часов 12. Бактерии будут размножаться. Кто истинный фанатик и хочет максимально поддерживать гигиену, конечно, желательно после каждого приема пищи хотя бы полоскать рот. Попробуйте сделать это. Это вы 100% заметите остатки пищи после завтрака или обеда в раковине. Как раз сейчас мы позавтракали, чистим зубы. Левой рукой неудобно это делать, извините, я все-таки моя рабочая рука правая. Мы вышли на прогулку до Евиного обеденного сна. Сегодня, если что, 29 сентября. Я с мокрой головой. На улице абсолютно не холодно. Это какой-то кайф. Особенно осознавать, что у нас сейчас на Урале 0 градусов почти. Очень приятно. Мы ищем какую-то площадку. Вроде бы даже я вижу ее. Буквально минут на 40 нам погулять с Евой. Мы с собой вводим такой рюкзак. Очень удобный. Он так и называется, по-моему, рюкзак для мам. Потому что здесь миллион кармашков и всякие потайные ходы. Тут даже есть штука для зарядки. Я, правда, никогда ее не пользовалась. Вот отсюда можно залезть в кармашек. Сбоку тут обычно бутылочки носим. Вот, кстати, бутылка воды. Ну, и цепляется удобно коляске к любой. Ах, этот прекрасный момент, когда малыш засыпает. Помните мои влоги, когда я была еще беременна? И, собственно, когда я начала вот эту серию своих влогов сначала беременной Сашки, потом молодой мамы, у нас была с вами традиция. Я писала список дел. Собственно, я таки делаю действительно каждый день. Но это классно, когда вы в видео как бы понимаете, будто бы оглавление видео, которое вы смотрите. То есть вы знаете, что мы с вами будем делать. Поэтому я решила сейчас тоже прописать основные пункты. Хотя я бы не сказала, что у нас очень много чего запланировано в новом городе в первый же день. Но, тем не менее, есть пару дел. Сейчас я вам покажу мою компанию. Дровяной чай. Просто невероятно вкусные сухофрукты. Мы этот микс берем уже второй год именно в Сочи. Запомните упаковку, девочки. Это просто божественно. Вот видите, из Сочи с любовью. Это, по-моему, самый вот вкусный такой микс сушеных фруктов. Киви, банан и ананас. А это самый вкусный фундук, который я только ела. Я тоже подготовила для вас упаковку, чтобы вы, если что, если видели такую упаковку, такую пачку, то, не задумываясь, брали. Очень качественный фундук. Ладно, давайте писать список дел. Сегодня у нас 29 сентября. Я стараюсь не очень громко говорить, потому что уже вот здесь пить Ева. Значит, в планах приготовить обед. Очень соскучилась по этой рутине с готовкой. Встретить курьера. Мы сюда оформили заказ из Фо Фрэш. Так что сегодня вместе с вами пооткрываю коробочки. Немного надо будет поотвечать на почте в WhatsApp. Там рабочие моменты, вопросы. Легкая уборка в квартире. Следующий пункт такой интересный. Те, кто подписан на мой Instagram, сейчас знают, что я провожу некий марафон благодарностей 30 дней подряд. За подробностями переходите в Instagram. Дальше. Расписать идеи для следующих видео. У меня месяц не было на канале, или уже даже больше. И идеи на самом деле есть. Их нужно расписать и распланировать по датам. Важный такой момент найти йогу, танцы или фитнес вот на эти три недели, что мы здесь. Мне очень хочется куда-то походить. До этого я на самом деле без проблем занималась йогой дома. Меня это устраивало вполне. Но прямо сейчас захотелось какого-то такого оффлайн-режима, оффлайн-жизни, чтобы был инструктор, чтобы ты его видел, чтобы рядом были такие же, как ты, с кем-то пообщаться. В общем, мне кажется, все мы сейчас так мало общаемся с реальными людьми. Особенно сейчас вот после карантина, когда многие перешли на удаленку. И в принципе сейчас очень сильно активно развивается фриланс. Люди работают из дома, и это, конечно, очень много плюсов. Это свобода нереальная, ты сам как бы управляешь своей жизнью, своим временем. Но вместе с этим, как мне кажется, как я чувствую, люди перестали вообще друг с другом общаться. Мне кажется, мы скоро разручивались общаться друг с другом. Следующий момент. Снять TikTok с одеждой. Не именно TikTok, а TikTok формат. Я для себя это помечаю так. На самом деле в TikTok я зарегистрирована и выложила туда несколько видео. Но что-то меня туда больше не тянет. Но таким вот названием я, в принципе, определяю стиль видео. То есть это какой-то 15-секундный ролик с подборкой одежды у меня будет. Но после того, как постираю белье, потому что почти вся одежда у нас требует стирки сейчас. Вот я жду как раз посылку от курьера, и там придет мой порошок. И последние прогулки и покупки. В покупке нужно купить фрукты. Так что давайте начнем с обеда. Короче, я какая-то хозяюшка. Знаете, соскучилась по готовке называется. Гева пока благополучно спит уже 2 часа. Я сделала такой обед из пасты с овощами, авокадо. И еще здесь будет сейчас заливка. Соус такой тоже из авокадо, нута, специи. И параллельно еще хочу кабачковые оладьи сделать. Потерла кабачок. Вместо яйца здесь льняное семя. Вы знали такой? Лайфхак. Как можно заменить яйцо в готовке? Сейчас буду жарить. Мне нравятся эти тарелки. Они такие минималистичные. На их фоне красиво еда смотрится. Итак, я нашла центр йоги. Ближайшие от нас минут 10 пешком. И записалась на ближайшую практику. Денис меня сменил дома, остался с Евой. Вот такие новости к этому часу. Запишу свои эмоции после практики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такое чувство на душе, такое спокойствие. Как будто ты даже мыслишь на другом уровне. То есть, ты не знаю, какие-то заботы, свои тревоги. Ты просто перерастаешь, что ли. И это очень классное чувство, состояние. Уметь бы его еще держать с собой весь день. И вообще, как бы всю жизнь. Ну, для этого надо, наверное, практиковаться почаще. Особенно, как мне понравилась инструктор. Мне уже грустно стало, что я приеду в Оксинбург. И у меня не будет такого инструктора. Потому что я много раз пробовала. На самом деле, в разные центры ходила. Самолет. Так вот. Ходила в разные центры. И вот такого глубокого погружения, как сегодня, у меня никогда не было. И самое классное, ну, не самое классное, но один из классных моментов, что в конце, в позе шавасана она называется. Это поза медитативного такого расслабления, когда направляю внимание к разным частям тела. Говорят, что расслабить. Звучали чаши. Я очень хотела послушать такое вживую. Я ушла в какое-то состояние, несостояние вообще. Не знаю, я не контролировала свои мысли. Я их вообще не ощущала. Но в то же время я не спала. И, конечно, это намного лучше, чем практика дома. Просто потому, что ты точно на нее пришел, да, ты там договорился, ты ответственность несешь не только перед собой, значит, ты, скорее всего, точно придешь. Во-вторых, инструктор тебе помогает отстраивать позу, и ты, не знаю, как-то более все качественно делаешь. Мы нашли тайский уголок. Просто все, что я из Таиланда приносила, привозила, здесь все есть. Конечно, немного дороже, ну, раза в два, но все равно все это можно найти. Даже морские чипсы мы нашли для детей без добавок. Сложно? Вашему вниманию любимый аттракцион Евы. Это подняться, а потом спуститься. А потом еще раз подняться и еще раз спуститься. И так до бесконечности. Дочки, я должна вам это показать. Просто случайно вышла на лестничную площадку, потому что мы всегда на коляске вообще ездим на лифте. И вот этот проход мы даже никогда не видели, что у нас в нашем подъезде, можно сказать, такой потрясающий вид. Такие красивые окна. А сейчас еще и посмотрите, на какой момент я пришла. Красивущий закат, вон там море. Надо сюда приходить, пить кофеек. Сюда садиться, на пол можно смотреть на прекрасные виды и просто наслаждаться. Итак, наши немногочисленные покупки сегодня. Это у нас Читай город. Ну, конечно, как без книжечки для пирожка вот этого. Здесь просто цвета. Такая мягкая книжка. Правда, я уже немного пожалела, что взяла именно такую мягкую, потому что Ева уже попыталась отгрызть. Ева, не надо. Нет. Вот видите. Особенно, когда лезут зубы. Очень захочется сюда вцепиться. Машинка. Би-би. Да, так грустно, би-би. Ку-ку. Где ку-ку? Это цветочек, да? Цветочек. Да. Так вот, помимо этой потрясающей книжки, мы купили еще радикальное прощение. Я читала оригинальную часть, то есть первую, просто радикальное прощение. И разыгрывала среди вас в инстаграме такую книжку. И представляете, по счастливой случайности, или это вовсе не случайность, победительница этой книги оказалась сейчас в Адлере, хотя сама она из Армении. И я ей купила здесь эту книгу, правда, не было первой части радикального прощения. Была, как бы, дополненная такая книга с практическими применениями. Но я подумала, что это даже... Ты, маленький бандит. Это честь-люнявчик валяется? А, ну ты хочешь вот это распаковать? Давай. Правда, я, если сейчас открою, ты обязательно захочешь взять. Это патчи. Патчи с болгарской розой, потому что я с собой никаких патчей не взяла. И с утра какой-то минимальный уход хочется иметь. Помимо крема. Если я сейчас открою, Ева, ты съешь внутреннее наполнение. А это нельзя. Вот видишь, ты даже коробку ешь. А это лосьон увлажняющий после душа, потому что тоже забыла с собой взять из... Маленький читатель. Забыла с собой из дома взять. И почувствовала острую надобность здесь. После душа хочется чего-нибудь увлажняющего на себя нанести. Это и Фраше любимые. Кстати, очень здоровская книга. Может быть, она не всем, конечно, зайдет. Девочка, только осторожно, не порви, пожалуйста, это подарок. Но мне в нужный момент она безумно здорово зашла. Я очень рада, что с ней встретилась. Я ее и прослушала, и прочитала. Да, тут картинок нет, Ева. Ева, а ну сейчас укушу. А я укушу. Укушу, 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 укушу. Укушу, 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 укушу. А я укушу, 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 укушу. А я укушу, 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 укушу. Ева, где черепаха? Вот, черепаха, умничка. Ева вообще, кстати, постоянно встает в позы йоги разные. То она встает в собаку мордой вниз, то выгибается в планку, встает. Ладно, понятно, заканчиваем, да? Хорошо. Ну, что я могу сказать? Добрый вечерочек. Просто как будто я ограбила какой-то магазин. На самом деле я просто встретила курьера из Фофреш. Вот пять коробок, вот их содержимое. Мне так, если честно, намного проще. Я заранее заказала на сегодняшний день. То есть, зная, что мы вчера сюда приедем, я на сегодня заказала сюда то, что чаще всего заказываю и нам в Екатеринбург. То есть, это какие-то продукты, которые, скорее всего, и здесь я даже не найду в местных магазинах. Крупы, полезные перекусы, вот хумус, например. Это просто любовь. Именно такая банка, именно такой производитель. Или вот эта арахисовая паста с хрустящими кусочками арахиса. Даже экологичный отбеливатель заказала, потому что знаю, что мы здесь будем стирать. И одежду Еве мы стираем вообще по два раза в день. Очень классный, дома постоянно его используем. Что, зайка, ты хочешь сказать? Ты ешь печеньку? О, две даже у тебя. Печенье льняное, пряно-медовое. В чем вилки валяются? Вот это мне было очень интересно попробовать. Соус песто, причем веганский вариант. Можно с пастой сделать. Ну и, конечно, такие вот готовые варианты суп, например, 7 бобов или борщ с фасолью очень выручают. Ну а то, что, наверное, мы здесь не съедим, хотя, мне кажется, мы съедим все, оставим здесь жильцам, которые будут дальше здесь жить. Я думаю, они будут только рады. Немножечко наши вечерние бытовухи. Примерно вот такой тазик можно встретить в нашем доме каждый день, потому что с ребенком стирать белые вещи от всяких пятен, это просто как классика жизни. Я уже замочила вещи с отбеливателем. Здесь порция черных вещей, здесь порция цветных вещей. Добрый вечерочек. Я всегда начинаю записать, когда кто-то зевает. Пирожок спит, а мы в соседней комнате по этому шепоту. И только что мы посмотрели офигенный фильм. У нас вообще в путешествиях, кстати, романтика такая. Мы много фильмов смотрим. Просто в Ексеринбурге мы резко дают, смотрим. Может, раз в полгода, мне кажется. А в путешествиях мы постоянно... Хватит, мать. А в путешествиях мы постоянно смотрим фильмы. Еще и по вечерам, еще и с вкусняшками какими-нибудь. И посмотрели фильм очень крутой. Называется он «Брайн Пэнкс». Расскажи про что? Про что фильм «Брайн Пэнкс»? Если тебе хреново, весь мир стал черным. Наступила депрессия или апатия, посмотрите, станет легче. Это для чего? А про то, что там чувака незаконно обвинили, в тюрьму посадили. За то, что он не свершал. Да, и вот он с этим боролся и справился. И насколько много у него было провалов, и насколько тяжелый был его путь. И все это на реальной истории самое главное. То, что вдохновляет всегда. Когда это реальная история, ты понимаешь, что такой человек есть. И он действительно где-то сейчас живет. Ну или когда ты жил, да. Но он, кстати, сейчас живет до сих пор еще. Ему 30-чем-то лет, да? У меня на два года прошло. И ты понимаешь, что насколько мелочи на твои бывают какие-то проблемы. Ты что, жив потом перестала? Да, извините, пожалуйста. А еще, это конец влога. Вот. Поэтому следующее видео, кстати, возможно выйдет с Денисом. Еще зову вас в мой инстаграм. Ну, потому что там я появляюсь чаще намного. Все. Пока на ночь. Пока, красавица. Вот. Пока. Пока. Пока.